Комиссия объезжала учреждения, которые в прошедшем году запринимали участие в программе «Доступная среда». Финансирование осуществлялось из бюджетов двух уровней – городского и федерального, а это почти 10 миллионов рублей. В числе доступных учебных заведений оказался и детский сад «Дельфиненок». Предполагается, что уже в феврале специализированная группа примет воспитанников. Помещение рассчитано на 7 или 8 детишек с нарушениями опорно-двигательной системы. Будут здесь работать тьютеры, которые будут сопровождать детей во время режимного процесса, помогать им в освоении знаний и приемах культурных гигиенических навыков. Будут работать воспитатели, учитель-дефектолог, инструктор по лечебной физкультуре, музыкальный руководитель. Также среди учреждений, попавших в программу по доступности среды, две общеобразовательные школы 6 и 16 и музыкальная школа в соцгороде. Здесь среду сделали доступной как для плохо видящих посетителей, так и для колясочников. Первые ученики из числа детей с ограниченными возможностями здоровья смогут прийти в музыкальную школу уже в новом учебном году. Договора заключили все вовремя, все сделали вовремя. Послушники нас не подвели, и особенно в выполнении работ, кто выполнил работы по установке пандуса, по дверным проемам, по установке санузлов, все выполнили вовремя. Спасибо им. Замечания члены комиссии сделали лишь по одному пункту. На дверях учебных заведений не было желтых опознавательных знаков. Но эту недоработку директора всех учебных заведений обещали устранить в кратчайшие сроки. Наталья Васильева, Константин Белов. Наше время. Продолжение следует...